На Камчатке учения МЧС прошли на высоте, в буквальном смысле. Отрабатывали десантирование с вертолета, причем с неба на землю спускались даже девушки, которые обычно работают в кабинетах. Максим Гадон наблюдал, как это у них получается. Уходите плавно, спокойно. Плавно, спокойно, до того момента, пока ножки ваши не станут вниз вообще. То есть прыгивать не надо с борта. Как театр начинается с вешалки, так и любые тренировки начинаются с оводного инструктажа. Спасатели лучше других знают, к чему приводит пренебрежение техникой безопасности. Потому внимательно слушают инструктора. Тем более, отработка десантирования с вертолета в их обучении случается нечасто. Спуск, предположим, с учебной башни на землю. Башня неподвижная, тихо, спокойно светит солнце. Понимаете, с вертолета это механизм, это элемент повышенной опасности. Это воздух, то есть это погодные условия. Обучение не дешевое. Один летный час вертушки стоит 130 тысяч рублей. В этом году добрые тренировки дали только потому, что к концу сезона остались лишние деньги. А уметь десантироваться должен каждый спасатель. В том числе девушки, врачи, психологи. Где-то приходится десантироваться спасателям в места отдаленные. И люди просто ждут помощи, которую спасатели не всегда могут дать. Нужна психологическая поддержка. В этот раз условия для спусков упрощенные. Высота всего 20 метров, хотя обычно высадка происходит с 50. Штиль – ровное поле. В реальных условиях десантироваться приходится и в непролазную тайгу и на воду. При недавнем крушении Ан-28 спасатели высаживались в дебри, чтобы своими руками подготовить площадку для посадки вертолета и подхода основных сил. Я, честно говоря, с трудом себя ломал, когда мне в первые разы приходилось десантироваться. И, честно скажу, конечно, страшно. Хотя многие ребята к этому относятся, как прокатиться в автомобиле и ничего сложного нет. Несмотря на страх, отработка спусков с реальной винтокрылой машины для спасателей как праздник. Отличная возможность отработать навык и преодолеть себя. Ведь если тяжело в учении, легко в бою. Максим Гадун, Андрей Толстихин, 5 канал.